Международный научный аппарат Михаила Ломоносов, который запущен с космодрома Восточный, уже месяц работает на солнечно-синхронной орбите на высоте 500 километров от Земли. Спутник создан в цехах московского предприятия ВНИЭМ, а научную программу готовили ученые НИИ ядерной физики МГУ вместе с коллегами из США, Венгрии, Испании, Кореи и Мексики. Проверки служебной платформы закончились в первой декаде мая. И с этого момента мы приступили к выполнению того раздела программы летных испытаний, которая посвящена проведению, вначале, конечно, проверки, а потом и проведению научных экспериментов на космическом аппарате. В космосе Ломоносов будет отслеживать так называемые транзиентные или быстро протекающие световые явления, когда в верхней атмосфере между облаками и анасферой происходят вспышки электромагнитного излучения длительностью до сотен миллисекунд. Это высотные сверхмолнии, которые еще называют спрайтами или эльфами. Ультрафиолетовый телескоп, который смотрит на Землю, который включался немножко больше, чем все остальные, он уже зарегистрировал несколько вспышечных явлений, крайне коротких, то есть по временам это в районе 3-5 микросекунд, которые на самом деле мы на данный момент даже еще и толком интерпретировать не можем. То есть первые результаты уже показывают, что на самом деле в атмосфере Земли есть что-то еще, наверное, которое привлечет наше внимание. В научных задачах Ломоносова также исследование земной магнитосферы и гамма-всплесков. Наша галактика Млечный Путь по разным оценкам содержит в себе от 200 до 400 миллиардов звезд, и часть из них опасна землянам. Луч от взрыва сверхновой звезды может попасть в Землю и разрушить клетки живых организмов. Вот такого плана комплекс, который бы изучал процессы гамма-всплесков во Вселенной, на данный момент пока ни разу в космосе, на космических аппаратах не использовался. Это та аппаратура, которая смотрит во Вселенную. Кроме фундаментальных, научных, у Ломоносова и вполне практические задачи — отслеживать астероиды и космический мусор в околоземном пространстве. Вот на этом экране, если это можно посмотреть, мы видим, как меняется небо над спутником. Спутник движется, и мы видим все новые и новые области космического пространства, в которых мы видим звезды и видим быстро перемещающиеся объекты. Судя по всему, это либо космические аппараты другие, либо какой-то космический мусор, либо астероиды. Основной разработчик научной программы Ломоносова — НИИ ядерной физики МГУ. В расшифровке данных со спутника принимают участие студенты и аспиранты. Люди пишут программы для декодирования бинарных данных, полученных со спутника. Некоторые занимаются анализом научных данных с точки зрения физики. Некоторые участвуют в реализации каких-то прикладных задач. Флагман космического флота Московского университета, названный в честь его основателя, будет работать на орбите не меньше трех лет. Но практика показывает, все аппараты, созданные в НИИ электромеханики, работают гораздо дольше. У них серьезный запас прочности. В эти же дни на новом космодроме, откуда был запущен спутник Ломоносов, впервые прошел Всероссийский фестиваль клубов космонавтики «Космофест Восточный-2016». Здесь сегодня мы встречаем и Санкт-Петербург, и Москву, и Самару, и Омск. Это приятно. Поэтому вот это все расширение сотрудничества, взаимодействия, углубление и выход на конкретные результаты в лице специалистов, которые работают на космодроме, показывают значимость и необходимость этого космического фестиваля. Стартовал «Космофест» в стенах Амурского государственного университета. Тысяча студентов, школьников, финалистов конкурсом «И дети галактики» встретились с космонавтами и представителями отрасли, поучаствовали в мастер-классах по космическому приборостроению. Инженерная профессия снова в почете. Некоторые группы наших студентов, которые целенаправленно по заданию «Роскосмоса», по договоренности с ЦИНКИ, мы готовим для космодрома, они, конечно, уже получают дополнительные знания. Мы вводим дополнительные дисциплины для того, чтобы специфика такого масштабного объекта была учтена в учебном процессе. Мы заключили долгосрочный договор с Амурским государственным университетом и по ряду направлений, профессий, по которым готовятся в этом университете, мы осуществляем дополнительную подготовку по нашим специальностям, как на базе Бауманского училища, так и на базе Московского авиационного института, так и с той практикой, которая есть у нас здесь уже на Космическом центре Восточном, так и на Байконуре. На специальном тренажере студенты провели стыковку корабля «Союз» СМКС, показали свои знания в ракетомоделировании и робототехнике, поделились идеями по созданию наноспутников. Это наноспутник формата «Кубсат». Наноспутник означает спутник, масса которого не превышает 10 килограмм. А формат «Кубсат» обозначает создание спутников из кубических модулей. Грань куба 10 сантиметров. Наноспутники могут конкурировать и помогать большим спутникам. В стоимости время проектирования наноспутника намного меньше. Более того, ряд научных задач под силу только миниатюрным аппаратам. Студенты из России и Китая уже проектируют совместные «Кубсаты», которые через несколько лет планируют отправить на орбиту. Покорение космического пространства — будущее всего человечества. Харбинский политехнический университет сотрудничает со многими российскими вузами. У нас много программ обмена между студентами. И сейчас они совместно готовят несколько спутников. Площадку, откуда будет произведен старт, мы пока выбираем. Это может быть либо Китай, либо, конечно, космодром Восточный. То, что он здесь рядом, — это очень хорошо для нас. Первый гражданский космодром с его командным пунктом, монтажно-испытательными корпусами и, конечно, самым современным стартовым столом произвел огромное впечатление на будущих покорителей Солнечной системы. Сейчас вот здесь, в этом Амурском крае, начинается новая история. Амурский край становится космической гаванью. И вот эта гавань должна быть в государственных масштабах. То есть здесь должны быть и отсюда стартовать ракеты туда. Здесь должна быть научная база формироваться здесь. В 2017 году, когда во всем мире будет отмечаться юбилей запуска первого спутника Земли, космический фестиваль снова пройдет в Амурском крае. И, скорее всего, он будет международным. Субтитры создавал DimaTorzok